Привет! Вы на канале Мари Рассо. И это, пожалуй, самое душевное видео на моем канале. С рождения ребенка это всегда таинство. И сегодня пришел момент открыть свою тайну. Ну и, конечно же, интрига. Кто там? Кто там? Мальчик или девочка? Устроить опросник, что ли? Мальчик или девочка? Пишите. Проверим вашу интуицию. Только чур не жульничать. Этот праздник пришел к нам из западных стран. Имеет несколько названий. Бэйби шаубер, что в дословном переводе как омывание младенца. И где-то оно так и есть. В этот день подружки беременной одаривают подарками еще не родившегося малыша. И так и да! Второе название – Gender Reveal Party. Второе название – Gender Reveal Party, что в переводе как «Вечеринка по раскрытию пола». Конечно, за определенную сумму вам смогут организовать праздник любого масштаба. Но куда приятнее сделать украшение самому, приложив всю душу. А что получилось у меня? Смотрите дальше. Обычный лист А4 делю на три горизонтальные линии. Затем каждую еще на пять равных отступлений. После чего соединяю точки, рисуя треугольник. Все как на видео. Цель – сделать треугольные флажочки. Есть много вариантов, как это можно сделать. Это всего лишь один из всевозможных. Когда у нас получилось много одинаковых треугольников, складываем их в пачку, крепко сжимаем и дыроколом проделываем дырочки на верхних углах треугольника. Хаотично рисую на них разводы и разукрашиваю розовыми и голубыми цветами. Это могут быть и различные геометрические фигуры также. После просыхания нанизываю флажочки на ленту или нить. Украшение готово. Для основы будущего Микки Мауса берем картон и обводим два больших круга. Вырезаю и немного укрепляю картонный круг с помощью скотча. Расставляю, а затем приклеиваю на картон 7 одноразовых стаканчиков. Количество может меняться в зависимости от желаемых размеров будущего Микки Мауса. Наношу клей горячим пистолетом на поверхность стаканчиков и сверху приклеиваю вторую картонную заготовку. Получился такой себе бургер. Боковые стороны проклеиваю небольшими отрезками скотча по всему диаметру. По такому же принципу делаю еще два круга поменьше, внутрь которых вклеиваю по три стаканчика. Это будут ушки Микки Мауса. Затем приклеиваю ушки к большому кругу. Сначала клеем, а потом скотчем. Задачу можно упростить, если сразу нарисовать два Микки Мауса на цельном отрезке картона. У меня такого не оказалось, поэтому я показываю альтернативный вариант. Дальше разделяю лист А4 на горизонтальные полосочки. У меня это 4,5 см. Вырезаю, складываю пачкой, отступаю где-то 1 см и делаю надрезы с расстоянием 5 мм. Приклеивать буду на горячий пистолет, начиная с торца. Внимание на видео! Клей наношу на бумажную ленту по чуть-чуть, чтобы была возможность контролировать в процессе приклеивания. Когда полоска закончилась, дотачиваю следующей. Если нужно, подрезаю. Первый ряд ленты позволил наполовину закрыть боковую сторону. Сверху приклеиваю еще один ряд, немного внахлёст. Это придаст объема. Ну а теперь переходим на ушки Микки Мауса. Точно по такому же принципу приклеиваем бумагу. Как вы уже поняли, таких бумажных лент нам понадобится много. Вот наш промежуточный результат. Ну а теперь подбираю полоски по размеру и начинаю заклеивать переднюю часть Микки Мауса. Подымаясь снизу вверх. Потому что если мы начнем клеить полоски сверху вниз, у нас не получится делать внахлёст. И подбираться с клеем под бумажные рюши каждый раз будет сложно. Заклеиваем переднюю часть и переходим на ушки. По окончанию подрезаем бумажные края по форме, немного заокругливая. Я делала сразу два, мальчика и девочку. Отличающей чертой станут объемные бантики с гофрированной бумаги. Здесь я также буду использовать голубой и розовый цвет. Отрезаю полоску вдоль всего рулона гофрированной бумаги толщиной 20 см. Подгибаю и заклеиваю края бумаги на 1 см. Соединяю с помощью клея два конца бумаги, формируя их в такое своего рода кольцо. И начинаю сжимать заготовку ровно по центру, немного расправляя бант изнутри. Направляем складочки в нужные стороны и вот уже вырисовывается бант. С помощью небольшого отрезка проволоки фиксирую центр бантика. Из той же розовой гофрированной бумаги вырезаю узенькую полоску размерами где-то 15 на 4 см. Также подворачиваю края и сгибаю вдвое. Этот маленький отрезок бумаги придаст легкости бантику и спрячет проволоку. Приклеиваем его и обрезаем лишнее ножницами. Супер простой, но очень красивый и воздушный бант получается по итогу. Мальчику Микки Маусу я приклею голубой бантик в качестве бабочки на шею. А девочке Микки Маусу посреди ушек, как бантик. По-моему получилось, ну очень интересно. Следующий вход пойдет рамка с под картины, что давненько лежала у меня дома. Еще понадобится красивая нить или ленточка. Гофрированная бумага оказалась не очень качественной и отпечаталась на моих пальцах. Вы можете даже отгадать бумага какого цвета оказалась плохой. И да, смылась она где-то с четвертого раза. Ну, продолжим. С обратной стороны рамки делаю 6 равных отступлений. Конечно, можно больше или меньше. Здесь все зависит от размера в самой рамке. Отрезаю 6 полосок нити нужного размера. Приклеиваю их в натяжении в отмеченных местах с обеих сторон рамки. При необходимости подрезаем хвостики. Дальше на двусторонней бумаге голубого и розового цвета обвожу кружочки. Затем вырезаю их. Количество кружочков будет зависеть от слова, которое вы хотите собрать. У меня же это вопрос. Мальчик или девочка? На голубых я пишу маркером. Мальчик. Ну, а впрочем, смотрите, что получилось. Ну, и теперь в каждом кружочке проделываю отверстие дыроколом, чтобы с помощью скрепок поцепить наши буквы в рамку. Чтобы выглядело читабельнее, каждому слову я дала свой ряд. На глаза мне попалась шкатулочка в виде сердечка. И дабы не рисовать, обвожу ее на той же бумаге, голубого и розового цвета. Вырезаю. На этих сердечках мои друзья сделают свои предположения. Кого же я ношу под сердцем? Мальчика или девочку? Для этого им нужно будет выбрать цвет сердечка в соответствии со своими предположениями, писать на них свое имя и повесить его в рамочку. Чтобы внести немного романтики, выбираю несколько актуальных картинок из серии Love Is. Рамка опросник готова принимать ставки. Субтитры сделал DimaTorzok Скоро мы встретимся с вами еще. Как обычно на канале Марин Тассо.